Центр города. Кремль. Одно из древнейших и красивейших мест Рязани. Но буквально через дорогу мы видим диаметрально противоположную картину. Полная разруха и хаос. С одной стороны разрушенный дом, с другой барак, жить в котором просто невозможно. Разбитые окна, разрушенная крыша и потолок. Того и гляди рухнет прямо на головы жильцов. Вот такие современные реалии жизни в центре города. Многодетная мама Наталья Гужева каждый день ходит за водой в колонку. В квартире из удобств только свет и ОГВ. Ни воды, ни туалета нет. Так что стирка в тазах не самая страшная. Конечно, дома уже пора сносить. Сами видите, рушится полностью. Не страшно так с детьми, что на голову что-то падет? Ну, страшно. Бывало, обсыпалось, конечно. Мы постоянно взалили на кухне. Да, вот так что. А когда весна, когда весна, здесь, конечно, все заливает. Совсем недавно рядом стоял такой же барак. Жители и расселили в комфортные современные квартиры. А саму деревянную постройку снесли. Теперь жители оставшегося барака с нетерпением ждут расселения. А пока в глаза бросается некий диссонанс с одной стороны улицы. Новые благоустроенные дома, а с другой – вот такие разрушенные строения из прошлого века. По этой дороге Элла проходит каждый день – утром и вечером. Здесь пролегает ее путь на работу. А вечером, к сожалению, освещение здесь не работает. Поэтому немножко напряженно. То есть боитесь тут ходить? Ну, не так скажем, небезопасно. Заброшенные дома и освещения нет. Поэтому приходится бдить. Несмотря ни на что, Элла надеется, что это историческое место все-таки приведут в порядок. И уже видит некоторые изменения. Здесь в перспективе что-то появится, я так думаю. Хотя Кремль – историческое место. Должно быть оборудовано соответствующе. Хотелось бы, чтобы здесь все облагородили? Конечно. Я смотрю, вот знаки парковки поставили. Значит, соответственно, должна в скором времени действовать платная парковка. Соответственно, что-то уже продвигается. Пока ситуация не изменится, Элла и другие жители города будут с опаской вечером проходить по этой дороге. Ведь вблизи разрушенных домов всегда существует вероятность встретить маргинальных личностей. Мария Руда и Сергей Данилин, телекомпания «Город».